Технических паспортов. Я сказала, что 4 юридических адреса, 4 лицевых счета. Вы получаете договор. В вашем договоре прописано, конкретно за что вы оплачиваете, что вам должно оказать коммунальные услуги, какие услуги вам должно оказать коммунальное предприятие за оплаченные вами деньги. Вы получаете платежку, в которой прописано, на какой метраж, на какое количество человек, по какой цене вы оплачиваете услугу. Если у вас будет один счет в банке на гуртожитах, то отследить ваши деньги, движение средств по вашим счетам будет очень просто. Я считаю, что это абсолютно правильный и корректный вывод.